Всем привет, господа! Сегодня у меня видео про тандыр. Вы на канале X-BRO. Пару лет я уже этим устройством на своем дворе пользуюсь, но сегодня я тут провел реконструкцию, полностью переделал все то, что меня не устраивало. И сейчас вам об этом расскажу. Не успев прибрать весь свой строительный бардак, я уже приступил к готовке, потому что тандыр это вещь. Что я сделал в первую очередь? В первую очередь я расширил его для того, чтобы входили в здоровенные массивные пни, чтобы он горел долго и медленно, для того, чтобы можно было варить на нем мясо. Накладываем в казан мясо, мороженое кусками, свинину, конину, баранину, у кого что есть. Накрываем это все дело крышкой и пускай оно варится. На медленном огне пни горят долго, жару дают достаточно для того, чтобы вода кипела. И если жару будет чересчур много, вода перельется через край и погасит вот эти пенечки до нужного количества жара и пламени. В общем, система практически саморегулируемая. Спустя несколько часов порой приходится приходить подливать воду, может быть подсаливать немножко, обязательно добавить специи. Но так или иначе мясо варится и 5 часов, и 8 часов подряд, буквально до состояния тушенки, практически без вашего участия. Вот для этого я и сделал тандыр пообъемнее, чтобы входили здоровенные, сучковатые пни, которые никто не желает колоть, которые выбрасывают на свал. А я варю мясо в медленно горящем тандыре на дворе. Так, наверное, сейчас дождусь, когда здесь пеньки прогорят окончательно, и пойду спать, а мясо останется до утра. Зрелище горящего тандыра в вечерней темноте осенней. Настолько завораживающе, что я даже не заметил, что камерой снимаю сам себя, и у меня весьма такое глупое выражение лица. Ну и некоторый восторг от того, что у меня сейчас есть такая на дворе печка, прям как я хотел, как мне надо. Варка мяса, конечно, это не единственная функция данного тандыра. В одном из своих видео я показывал, как я на нем жарю шашлык. Но, тем не менее, сегодня я варю мясо кабан, около 10 лет, старый. Но посмотрите, что получилось на утро. Утром я в 7 утра пришел, снял казан. Казан был еще теплый, и вот такое нежнейшее, вкуснейшее, ароматнейшее мясо с дымком, слегка коричневатое, которое томилось всю ночь на очень медленном огне в чугунном казане. Это просто пальчики оближешь. Это просто невероятные вкусовые ощущения. Никакая мультиварка, газовая плита или того хуже электропечка не сравнится с тем, что можно приготовить в чугунном казане на тандыре на открытом огне. Это вещь. Тандыр, кстати, может гореть и очень мощно. Если бросить сухие туда дрова, сосновые, например, щепки, доски, палки, и открыть поддувало, то у него возникает буквально реактивная тяга. Я не знаю, можно ли назвать его ракетной печью, которая так популярна сейчас в интернете. Но то, что он может гореть очень мощно, это факт. Но такое пламя, конечно, наверное, никому не нужно, поэтому прикроем поддувало, и, естественно, процесс горения у него заглушится. Ну, в принципе, то, что нам бы и нужно добиться. В общем, топлива достаточно мало. Несколько щепоток туда бросить для того, чтобы он начал работать, давать тепло, разогревать и готовить вам пищу. И совсем не обязательно грузить его столько, чтобы он работал как двигатель реактивного самолета. Но это просто красиво, и я решил полюбоваться. С использованием различных решеток, естественно, самодельных, принципиально самодельных, потому что отдавать 5000 рублей, как я увидел недавно в магазине, за чугунную решетку для маленького тандыра глиняного. Ну, возможно, он сделан из леса и бараньей шерсти, там по всей технологии, я не знаю. Но стоит он 40 тысяч рублей, да, плюс 5000 какая-то решетка. Это не в моих правилах. Да, я стараюсь принципиально делать все сам. Вот, используя всякие решетки, можно греть воду, ставить сковородки и так далее. Прислушайтесь, чайник поставлен только что, а вода уже начинает бурлить. Мощность тандыра просто невероятная. Я не знаю, сколько это будет в киловаттах, но достаточно киловатт здесь для того, чтобы чайник закипал, ну, практически мгновенно, даже не опускаясь туда ниже в его жерло. Сейчас в тандыре нету фактически дров, остались одни угли. Кстати, вот эту нижнюю часть поддувала, наверное, можно использовать как кузнечный горн. Вы видите, здесь случайно попал металлический болт из одной деревянной конструкции. Он чуть дальше еще один. Он вообще желтый. Я думаю, можно здесь закаливать ножи или ковать какие-нибудь монтажки. Жару будет достаточно. Вот, в общем, сейчас в тандыре остались только угли. И эти угли дают невероятный жар. Легкие всполохи огня, это догорают газы, которые выделяются из угля и сталкиваются с раскаленными стенками печи. Но буквально через несколько минут этот процесс прекратится, и из тандыра будет поступать только один лишь такой бешеный поток жара, который, кстати, не коптит посуду, а тепла дает очень и очень много. Даже, видите, решетка, на которой стоит чайник, отливает таким красноватым цветом, поскольку температура невероятная. Вот, кстати, о чем я и говорил. То есть, от сгоревших деревяшек остались угли, и эти угли пышут жаром, разогревая мне водичку в этом двухлитровом чайничке. Время на закипание чайника, если честно, я не засекал, но прошло очень мало времени, то есть ждать практически не пришлось закипание, так как пока я тут возился с камерой, пытался снимать, кипяточек уже был готов. Можно заваривать чаек, сидеть под вечерним темным осенним небом, наслаждаться теплом, исходящим от тандыра, светом от его пламени и углей, пить ароматный чай и кушать то, что вы на нем приготовите. В дальнейшем я планирую использовать джигунную кастрюлю, для того, чтобы опускать прямо на дно на угли и готовить другие блюда там. А пока накрываем тандыр крышкой, закрываем поддувало, то есть ликвидируем подачу кислорода внутрь печи и уходим домой, не боясь, что что-то загорится, потому что все закрыто достаточно герметично. А вот утром достаточно открыть поддувало, пошевелить угли и тандыр разгорится вновь без всяких спичек. В общем, тандыр это вещь. Подписывайтесь на мой канал, заходите, я буду показывать здесь, что я делаю дальше. Всем пока, спасибо за просмотр.